Капитальный ремонт Дома культуры и строительство нового детского сада в Харивире. Эти вопросы были взяты на контроль временно исполняющим обязанности губернатора Нейнского округа Юрием Бездудным после рабочего визита в населенный пункт. Далее все подробности. Эти кадры были сняты годом ранее. Вокруг места притяжения культурной жизни поселка. В самом разгаре заготовка бревен для замены фундамента. Позже выяснится, с подрядчиком вновь не повезло. Начали трескаться стены. По мнению директора сельского Дома культуры, стройка изначально велась с нарушением всех возможных технологий. И принимали работы тоже непонятно как. Итог, новое здание уже находится в плачевном состоянии. То есть объекту этому чуть больше пяти лет. И он в таком состоянии. Как будто бомбежка здесь была. Трещины пошли, когда стали фундаменты делать. И вот оно все пошло. Были уже трещины и до этого. И с каждым годом все больше. Подрядчика нашли? Нет. Где этот подрядчик? А тот подрядчик уже все. Тот в реестре РНП. Он, благословясь, от него было проще, извините меня за выражение, избавиться. Не избавиться, чем его здесь избавиться. Ну как избавиться? Кто-то же должен исправлять это все. В зданиях Риверского Дома культуры сегодня одно из самых новых по Ненецкому округу. Оно было введено в эксплуатацию в конце 2014-го. Более 40 миллионов бюджетных рублей было потрачено только на строительство. В ходе рабочей поездки Юрий Бездудный поручил представителям администрации Заполярного района, которые выступали с заказчиками строительства объекта, поднять всю документацию и проработать вопрос по ведению претензионной работы с недобросовестными подрядчиками. Вообще есть такое ощущение, когда зашли и посмотрели на эти страшные трещины, вот такое ощущение, как будто это сейсмоопасная зона. Как будто мы не в Харивере, а где-то на Камчатке и только что было землетрясение. Все в трещинах. Нужно не просто приводить его в порядок, а приводить капитально в порядок и отработана дорожная карта, как мы это сделаем. Следующая точка в маршруте делегации – средняя общеобразовательная школа. Здание относительно новое было запущено в эксплуатацию в 2010-м. Сегодня здесь получают образование не только учащиеся, но и дешкалята. На первом этаже временно разместили детский сад. Старое здание в аварийном состоянии, поэтому принято решение возводить новый дом для малышей. На сегодняшний момент деньги в бюджете есть, 5 миллионов, и до 1 сентября строители нам обещают объявить конкурс на проектирование. На проектирование детского сада. Участок на сегодняшний момент сформирован на месте старого детского сада, мы пойдем, вы можете увидеть. Там с учетом работы будут запланированы, с учетом сноса этих трех зданий. В принципе, ждем, осталось правильно. То есть на земельном участке еще строение есть? Да. Их нужно вначале снести. Мы их списали, мы передаем все строителям ЦСЗ. И ЦСЗ в рамках проектирования и строительства нового детского сада мы хотим его построить типовым по типу внеси и, соответственно, по дому снеси. Модульным, да? Также представители исполнительной и законодательной власти осмотрели и другие социально значимые объекты, а после провели встречи с населением. Их важно заключается в том, что они у нас в том числе и контрольную функцию. Почему? Потому что сейчас идет подготовка учреждений, объектов к осенне-зимнему периоду и, соответственно, готовность надо понимать. В какой она степени у нас здесь на сегодня имеет место быть. Это первое. Второе. В поездке принимают участие руководители департаментов, временные исполняющие обязанности губернаторов. Поэтому, конечно же, прямой контакт, как говорится, никто и ничто не заменит. В завершении рабочей поездки жителям Харьевера вручили заслуженные награды. За добросовестный труд, грамотами и благодарностями были отмечены старший воспитатель детского сада поселка Харьевер Елена Хатанзейская, воспитатель Елена Кустышева и повар Лариса Валей. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, телеканал «Север», поселок Харьевер, Ненинский округ.